Всем привет! С вами каналом Дубай. Меня зовут Катерина. Сегодня мы расскажем с вами по доброй традиции об одном из районов города Дубая. Называется он Дубай-Марина. Как вы можете видеть сзади за мной, это станция метро. Называется по-арабски Марс и Дубай. Вы можете доехать до этого района на красной ветке линии метро. Район находится рядом с Шей Зайет Рот. Это одна из самых больших дорог города. Давайте выйдем и исследуем, что же за такой район. Итак, друзья, за нами находится одна из достопримечательностей района Дубая-Марина. Называется Марина-Уок. Вот вы можете видеть, это пешеходный бульвар. Создан специально для того, чтобы можно было вечером, можно днем, в любое время суток прогуляться с своими друзьями, можно в одиночестве. На данном пешеходном бульваре есть расположено очень много кафе, ресторанов, магазинов, где вы можете что-то себе купить. Также за мной, видите, вот такое здание стоит. Называется оно Princess Towers. Это, как мне подсказали, самое большое здание, самое высокое здание в мире, которое полностью жилое. То есть там только живут люди, там никаких офисов, ни салонов и так далее, ничего нет. Ну, давайте пройдем дальше. Итак, друзья, мы находимся рядом с замечательным менингальным фонтаном. Видите, сзади меня. Как в нем очень радужно играют дети. Вот такая замечательность есть на данной пешеходной площадке The Walk Marina. Итак, друзья, мы находимся с вами на еще одной экспозиции замечательного района Дубая Марина. Сзади меня вы можете видеть небоскребы, которых просто уйма в Дубае. На самом деле, когда я приехала, только думала, что небоскребы в Дубае находятся только в одном месте. То есть это даунтаун, даунтаун есть, а все вокруг это пустынные обычные дома, где живут простые арабские люди. На самом деле, оказалось, все не так. Небоскребы, они равномерно распределены по всему городу Дубай. Как вы можете видеть, что они все выполнены в примерно едином стиле, но все же они очень сильно отличаются. Дубай построен на том, что здесь все, кто строил эти небоскребы, они пытались друг другом соперничать, постоянно делать какие-то новые нововведения, другой дизайн, чтобы оно отличалось от других. Вообще район очень насыщенный на какие-то события. Здесь очень много ресторанов, кафе. Сзади меня находится супермаркет, спиннис называется. Вот здесь есть замечательный ресторан, где вы можете попробовать настоящую арабскую кухню и узнать, что это такое. Также сзади меня вы видите множество яхт. Одна из особенностей Дубай-Марины, почему он так и называется, что здесь вы можете арендовать любую яхту, которую вы хотите, выйти в море, потому что на самом деле же крестический залив находится уже буквально в нескольких метрах от нас. Здесь очень хорошо проводить время с друзьями и знакомыми. Также здесь создано просто место для того, чтобы бегать. Я сама лично бегаю по вечерам иногда. Вот видите, вот сзади меня мужчина пробегает сейчас, хотя очень жарко. Я обычно бегаю всегда по вечерам, когда уже поздно. Но это выбор каждого. Итак, друзья, мы находимся с вами возле карты нашего района Дубай-Марина, где мы находимся. Вот Юа Хиа, мы здесь. Это здесь показан ее крупный вид. А на самом деле вот общая карта Дубая. Вы можете посмотреть, например, вот здесь находится аэропорт, с которого я прилетела, с которого вы тоже прилетите. Дальше находится знаменитая Дубай-Крик, река. Дальше, где здесь находится Бурж-Халифа, самая известная достопримечательность. Высота 800 с чем-то метров, самая высокая в мире. Дубай-Мол здесь же рядом. И вот он, наш район Дубай-Марина, как раз-таки находится здесь. То есть, как вы можете видеть, что Дубай-Марина – это не центр, как я раньше считала, что это центр мира. Итак, друзья, я ранее говорила, что можете взять лодку на прокат или яхту, или любое другое водное судно. Стоит оно всего лишь относительно 200 дельхам за полчаса, а 400 дельхам за целый час. Пожалуйста, помните, уважаемые зрители, что курс дельхама на данный момент составляет 8 рублей 90 копеек. Вот и считайте, сколько будет вам ваше удовольствие. Итак, друзья, вы видите, за мной находится стоянка для велосипедов, где вы можете так же, как и яхту, только взять не яхту в аренду уже, а велик. Здесь показана очень легкая инструкция, как это сделается. Это новая технология, где там все автоматизировано, без участия людей абсолютно. Но не так, как во Франции. То есть во Франции, например, вы можете взять велик и оставить его в угодном, где угодно месте, в Париже, например. И специальная компания выезжает за этими великами и забирает под специальным датчиком. Здесь такого не получится, к сожалению, цивилизация не настолько зашла. Здесь просто нужно велик, когда вы покатались, нужно вернуть его обратно, поставить на место и закрепить социальным звонком. Как я говорила ранее, друзья, что этот район в основном предназначен для туристов. То есть где вы можете повеселиться, там, с своими друзьями, с своими любимыми и так далее. Но для тех, кто переживал, как же по поводу детей, то не переживайте. Для вас специально вот такие решения, маленькие такие площадки детские, где они могут поиграть. Они абсолютно безопасны, потому что они снабжены, если видите, специальный материал, пол, из которого покрыт, для того, чтобы детки не упали, не ушиблись таким образом. Такие площадки находятся всегда под мостом. С двух сторон вы можете их видеть по озеру и на протяжении всего района. Итак, друзья, мы находимся с вами на одном из мостов, пересекающих озеро в районе Дубай-Марина. Как видите, здесь постоянные пробки, причем пробки столько уникальных, шикарных машин. И самое замечательное, что на самом деле пробка, она связана с тем, что идет реконструкция, как вы можете заметить. То есть Дубай, на самом деле, это исключительно город строек, потому что он развивается, он еще растет. И если вы думаете, что та красота, которая есть сейчас, это все, поверьте, это не предел. И да, друзья, мы находимся опять же на том же самом студии, мы снимали ранее. Сзади меня вы можете видеть замечательную лодку, где вы можете прокатиться. Это плавучий ресторан. Нам повезло, что мы снимаем сейчас уже вечером, потому что загораются везде замечательные огни. И вы можете видеть вечернюю Дубай-Марина, которая просто прекрасна. И не забудьте обязательно, даже если вы живете в Дейра-Сити или в любом другом районе, обязательно приедете сюда и сделайте фотографию хотя бы одну на этих мостах, потому что здесь открывается, как вы видите сами, просто потрясающий шикарный вид. Мы находимся с вами возле главной достопримечательности района Дубай-Марина. Это называется Дубай-Марина Мол. Это один из самых больших молов во всем Дубае. Конечно, не такой большой мол, как Дубай Мол и другие, но здесь тоже можно найти очень много магазинов на свой выбор, очень много кафе. Также здесь кинотеатр, где вы можете посмотреть любимое кино. Причем, заметьте, что все фильмы здесь, слава богу, на английском, с рабскими субтитрами. Также здесь лично, например, у меня есть любимое кафе. Куда я люблю заходить не так часто, потому что проблема с деньгами, как я уже говорила, ранее есть. Называется оно Modern Sushi, кому интересно. Это замечательное суши-кафе, где приходишь, садишься за барную стойку, там есть такой стол, который крутится, и на нем расположена уже еда. То есть вы можете просто пройти в метро, взять и уже начать кушать, не дожидаясь, когда компьютер официант и обслужит ваш заказ. Также с этой стороны находится от меня отель «Марина», где вы можете забронировать номер, если хотите отдохнуть. А с этой стороны расположено, называется, здание бизнес-центра «Марина Плаза», где работаю я, ваша уважаемая покорная слуга, на 25 этаже. Хочу заметить, что это офисное здание является одним из самых дорогих. Именно почему она уже стоит где-то, может быть, год, а может быть, больше построена, но в нем всего лишь находятся 11 компаний, среди которых моя. Итак, друзья, мы только что с вами были возле Дубая «Марина Молл» и возле моей работы, которая называется «Марина Плаза». А теперь сзади меня вы можете наблюдать мой собственный дом на данный момент. Называется он «Ла Ривера Тауэр». В нем где-то около 35 этажей, не знаю точно, потому что, как у всех арабских стран, нет 13 этажа, а потом между 24 и 27 какой-то дополнительный этаж, скрытый от нас и так далее. Мне очень повезло, мне квартиру предоставляет работодатель мой. Я живу на 19 этаже, третьим гостей. Если будете в Дубае, обязательно с этой встречей проведу, покажу. Также у меня есть 35 этажей, находится на самой крыше бассейн, гимнастический зал, где я занимаюсь постоянно. Недалеко от меня находится супермаркет в той стороне, сеть рид-маркетов «Алмайя», достаточно популярная сеть в Дубае, где вы можете купить абсолютно все и по достаточно низким ценам. То есть все я имею в виду, это и одежда, и бытовая химия, и для путешествия, там и сумки, рюкзаки, и тетрадки, ручки, все, что хотите. Как вы помните, когда мы начали снимать видео, было на улице светло. И вот какой оказался Дубай-Марина очень длинный район и очень насыщенное событие. Когда мы подошли к яхт-клубу местному, знаменитому Дубай-Маринам, уже стало темно. И на самом деле это, конечно же, только малая часть того, что здесь есть, и того, что данный район может нам дать. И дальше он продолжается еще, если прийти туда, потому что также будет очень много всего, что посмотреть, но это уже будете делать вы самостоятельно. Итак, друзья, мы подошли с другой стороны, знаменитого Дубай-Марина яхт-клуб. Здесь вы можете, так же, как я говорила ранее, взять на прокат лодку, катамаран, скутер, что угодно, и покататься на заливе в Дубай-Марине. Также угадайте, кто собирается здесь каждую пятницу и субботу стабильно в данном яхт-клубе. Вы можете видеть наверху есть столики, кафешки, где можно посидеть, ослабиться с друзьями и знакомыми. Пятница и суббота здесь собираются, совершенно верно, русские. Так что, если вы приезжаете, как я, одинокие, мне подсказали, что сюда можно спокойно прийти в одиночестве и просто сидеть за столик, заказать какие-то там соки, пиво, водку, кто что захочет. И тут к этому нормально отнесутся, и можно спокойно познакомиться, завести себе новых друзей. Итак, друзья, закончилась наша небольшая экспресс по району Дубай-Марина, где я живу. Надеюсь, вам оно понравилось и для вас видео было интересно. Спасибо вам за ваше внимание, следите за нашими новостями. Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания, вы можете написать их в комментариях под этим видео. С вами был проект Индубай, меня зовут Катя. Всем пока!